Ну и вот как раз только мы заговорили про Нао Кадайру и заговорили про японок и сразу тут у нас церемония награждения у девушек, но Нао Кадайра по-прежнему 100% результат, соответственно пятый старт на 500 метровой дистанции На тысячи метров не знала она поражения и вот до того момента как не упала вчера Ну в общем тоже получается вроде как не по-спортивному она проиграла, да, упала, конечно сама виновата, кто-то скажет, но тем не менее Ну и в общем тройка призеров полностью азиатская, вот дважды удавалось азиатскую компанию встревать Ангелине Голиковой Один раз Ванесса Херцог Была призером, а так вот второй раз на пьедестале Ариса Гоу и четыре раза из пяти на пьедестале оказывалась Ли Санхва Три раза второй, один раз третий В общем вот и весь круг тех, кто А ну сейчас Да, нет, Берксман на тысячу была призером на пятисотке, она далеко от пьедестала Да, и всего двух десятых не хватило Такаги сегодня для того, чтобы повторить достижение рекорда катка Который принадлежит здесь Британи Боу Но очень интересно будет, если Британи Боу выздоровеет и примет участие в этапе Кубка Мира Сонтных Сити и там плюс Берксма Немножечко, ну вот Берксман, самое главное понять, что с ней, почему она снялась с полуторки после пятисотметровой дистанции Может быть что-то, потому что и четырнадцатое время на пятисотке у Берксма, это тоже как-то так не очень похоже Именно, видимо, из-за этого и снялась Ну да, ну нет, просто понять, это сегодняшнее не очень хорошее самочувствие Или же это просто какая-то травма Ну на самом деле мы с тобой, да, уже третий этап Кубка Мира подряд говорим о том, что у команды Юлар Таанаме, да, под руководством которого тренируется и Хитер, и Йорет, и, соответственно, прочие спортсмены, которые больше специализируются, конечно же, на длинных дистанциях Это и Рейнс Хаутен, и, соответственно, прочие Боб де Фрис, да, мужчины, которые стайры Ну, согласись, что Хизер Берксма, в общем, обеспеченная спортсменка И понимая, что, в общем, олимпийский сезон при необходимости, наверное, могла пригласить Или сама поехать в команду, больше работающую над спринтом Игорь, ну я думаю, что менее чем за год до олимпийских игр никто не будет менять подготовку Это большой риск, это тот риск, который, собственно говоря, позволил... Я говорю про то, как надо было проводить подготовку лета Да, но все предыдущие сезоны это срабатывало отлично для Берксма В прошлом году она была непобедимой и на тысячи, и на полуторки, вспомни Вот, поэтому, собственно говоря, здесь я понимаю, что, наверное, рисковать не хотим